МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске. Планы складены. Сегодня у Гомеля прошла городская конференция наставников. В школу с добрым настроем в регионе протягивается доброчинная акция с бяром портфель першокласснику. Автосервис, программное забеспечение информационных технологий и педагогика. Такие специальности стали самыми запотребованными в гомельских колледжах. А зараз об этом и иншим больше подробно. Готовность установки эдукации и задачи Галины на новый научный год. Сегодня в Гомеле прошла городская конференция наставников. С сделанным в подрыхтовочном периоде, они могут гонориться. Уся школы готовы до начала занятков. Про тяг темы – далее в сюжете. 27-я Гомельская школа – установа не совсем обычная. Побудована в 1936 году и она называлась Сталинской. И была своясабливым символом достигнения Советского Союза в гуманитарной сфере. Той статус застався у минулого, але школа и зараз является прикладом для инших. До начала нового научного года тут не только провели косметичный ремонт классов, но и реализовали планы, об которых давно марили. На кшталт установки системы повешения пожара. При этом больше 60% укладенных средств – бюджетная поддержка. Остальное – охвирование родителей и спонсоров. А про то, в ближайший час будет набатое обсталевание для харчблоку. Крыница финансирования – средства за победу в областном конкурсе средних школ по возникам переднего научного года. Лепше установить указы региона. Этим статусом саправды можно гонориться. Один из профилей нашей школы – это информатика и программирование. И вот из призовых дипломов на области у нас их 55, 45 – это дипломы по информатике. Есть дипломы по физике, по химии, по биологии. Есть дипломы на конкурсе английского языка и искусства говорить, и на конкурсе поиск. Но самое ценное для нас, конечно, это информатика и программирование. И вы знаете, нам очень приятно, что вот таким маленькой изюминкой на торте нашего учреждения стало сообщение о том, что учащийся нашего 10 класса Лосев Александр вчера вошел в состав сборной команды Республики Беларусь на Европейскую Олимпиаду по программированию. Из Республики Беларусь на Европейскую Олимпиаду поедет 4 учащихся из города Гомеля, их только 2 из состава наш ученик. Новый научальный год у школах пошнется с повторением. Это материалы, которые проходили в прошлом четверти года минулого. Тогда, в период пандемии коронавируса, много кто учился дистанционно, что не лучшим чином отбилось на уровне ведов. Как и с выкладанием по раннейшим застается одним из основных приоритетов системы эдукации. В рамках работы городской конференции наставников организуется выстава, присвященная истории народной эдукации Гомеля. Сярод документов – протокол аналогичный агульно-городской конференции 1931 года. Шмат якие огученные тады питаньи не стратили актуальности до этого часу. Профориентация школьников, политическая свядомость наставников и ученев, рот зарплаты работников Галины, роль батьков в выховавчем процессе. Хоть сущасность диктует и новые потребования. На кшталт технического обеспечения школ, у приватности новыми компьютерами. В обновлении компьютерной техники нам очень серьезно в этом году помогло Министерство образования. У нас достаточно большое количество классов оборудованных биологией поставлено в учреждения образования. Но чтобы вы понимали, класс биологии – это полностью современный, со современными средствами обучения, с мебелью кабинет. И ранее поставлялись кабинеты химии в учреждения образования. Также обновляться будет как за счет бюджетных средств, а также за счет поисков дополнительных источников финансирования. 1 вересня у Гомеля открыется новая школа, якая находится в 21 микрорайоне. А прайшатого завершается распроцовка проектно-кашторосной документации на будовнество установы адукации в 96 микрорайоне города, який больше вядомый, как хутор. И такая лишьба на подрыхтовку школ Гомеля до нового навучального хода с бюджету было выдатковано 3 млн 600 тыс. рублёв. Это значительно больше леташнего узровня. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Юген Макенка, телерадиокампания «Гомель». Сбером портфель первокласснику в регионе протягивается традиционная доброчинная акция. Сегодня представники Улады и Белорусского союза женщин наведали два гомельские дамы семейного типа, у которых выховываются 23 дитяты. До них долучились и наши корреспонденты. С подарунками и веншаваниями для школьников гости приехали и в микрорайон «Хутор». Тут, на улице Белецкой, по соседству находятся два дамы семейного типа. Упершим с 2014 года живет Наталья Батурына, выховальница 12 девочинок и хлопчиков, один из которых селит аподи уперший класс. У сего у семьи 9 школьников. Детки и с особенностями развития Тимофея и Настя у нас, они семилеточки, им помогает заниматься Улаковская школа-интернат активно, нам молодцы помогают, потому что детки такие сложненькие. В первый класс идет у нас новый мальчик Даниил, вот, с красивым именем, но сегодня не приехал еще, будет только к обиду у нас, не увидите его. И школьники маленькие, Камила у нас, Тимофей и Настя, а все остальные уже старшеклассники. Двое мальчиков старших поступает, вот уже уезжают в Калинковичи от нас, в лицей, будут строительные специальности осваивать. Без детей никак, да, Настя? Они без нас никак ждут. Ты ждешь, мама? Да. Вот, поэтому, ну как без них? Уручить новые портфели школьникам и цацким малым у дом приехали старшиня областной организации Белорусского союза Жаншина Лена Кличковская и керауник администрации Чигуночного района Александр Сиваков. А кроме подарунков, дядь сей, чакал, это реализованное представление и солодкий стол. В железнодорожном районе на балансе находятся два дома семейного типа, которые расположены на микрорайоне Хутор. Мы ежегодно устраиваем акции по поддержке детей. И я хотел бы поблагодарить предприятия нашего района за это активное участие в этом мероприятии. И, конечно, пожелать в новом году нашим детям стабильности, добра, мира и очень много знаний, чтобы они получили. В другом доме живут 11 детей, яких выховывает с Людмилой Анатоль Казаченко. Семья переехала сюда три года тому. Селита с десяти школьников, тут так само одна першоклашка. Под час свята все дети отримали новые портфели, канцелярские прилады и подарунки. В свою чергу яны подяковали гостям концертной программой. Батьки-выховальники стараются развивать у детей таленты. Усе поют, танцуют и читают верши. Доброченная акция протягнется у региона и далее. Акция «Подари портфель первокласснику» проходит в республике не первый год. Это уже традиционно, поэтому все общественные организации, все просто организации, предприятия подключились и участвуют. Мы стараемся уделить внимание каждому первокласснику, каждому ребенку, сделать так, чтобы 1 сентября действительно был праздником, Днем Знаний. И дети с удовольствием, с радостью ждали этот долгожданный день и с удовольствием шли к школу на встречу со своими учителями. Удельники доброченной акции изберем портфель первокласснику, что год оказывают допомогу будущим школьникам, которые проживают в шмадзетных и неполных семьях, а так само детям-сиротам. Все это только белорусский союз жанчин уручует больше за 150 портфеля во всех районах в области. Ганна Крыльчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Минулая уступная кампания была насыщена не только для высшейших, а и для средних специальных научальных установ. Все это колледжи, техникумы и лицеи региона приняли на бюджетную форму научения больше, как 2500 студентов. Для когось язык, этот этап нашли худо-вышейшей адукации, для инших махчимость худко освоить специальность. Об выниках уступной кампании у самых запотребованных гомельских колледжах наступный сюжет. Гомельский автомеханичный колледж уник в 2017 году после объединения колледжа машинобудования и политехнического лицея. Тому он молодой только юридично, потому что объединял шляхи двух установ с давней истории. Самая популярная специальность колледжа – автосервис. Не только селета, но и в минулые годы. Абитуриенты разумеют, что она перспективная и никогда не покинет выпускника без працы. Набор на ее, как и на иншие направки, проходил на конкурсной основе. Наши выпускники по всем специальностям всегда 100% трудоустроены. Все предприятия, как города Гомеля, так и республики Беларусь нуждаются в наших специалистах. Всегда есть выбор у наших выпускников. В связи с этим у нас всегда конкурс. Павышенный интерес до IT и экономики – устойливая тенденция опошних годов. Селета Гомельский аграрно-экономичный колледж пропонавал абитуриентам специальности минавита гэтахнапрамков. Самая прэстыжная – программное забеспечение информационных технологий. Это и конкурс встречал ээкономиста, и также очень существенный проходной бал 8,5 составил в этом году. Так что, пользуясь, наверное, случаем, я для будущих абитуриентов хочу сказать, что ребята, готовьтесь, подтягивайте оценки, и мы будем очень рады видеть вас в своем прекрасном учебном заведении. Для коллективу педагогичного колледжа имя Выгоцкого выники уступной кампании нагода для гордости. Масштабный наплыв абитуриента усвечить об запотрабаванности профессии наставника. Супрацовники установы отзначают, гэта лепший подарунок, да надыходящего 105 год за колледжа. На усе формы навучанья – конкурс. Проходные балы высокие. Хотелось бы отметить, что все профессии, все профессии, это и дошкольное образование, и начальное образование, и музыкальное отделение были востребованы, я позволю себе сказать, даже не на 100, а на 150%. Радует нас и то, что и среди целевиков также был довольно-таки очень приличный конкурс, который составил более двух человек на место. Еще одна особливость уступной кампании у колледжа – тесное партнерство наставников и навучанцев. Прием абитуриентов не обыходится без посильной допомоги студентов. На протягу трех годов в установе дейничая волонтерский отрат абитуриент. Его мета – позбавить от стресса не только тех, кто поступает, а так само и батьков. Как мы все знаем, подача документов в учебные учреждения – это очень ответственный шаг, к которому все стремятся, все готовятся. Наша задача была помочь абитуриентам, помочь родителям, настроить на положительную атмосферу, ответить на все заданные вопросы. Не только IT и бизнес на прамок цикавец будущих студентов. Молодь упевнена у запотребованности рабочих специальностей, бачить перспективы у сферы эдукации. Ширый интерес и захопленность допомогут досягнуть поспехов у любой справе. Миколай Скенсиян, Валера Гопанько, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Выражать проблемы оперативно и на месте керавник администрации Новобелецкого района Гомеля Сергей Казачок и депутат Палаты представников национального схода Беларуси Вольга Крэч провели выездный прием граждан уже у номер 5. Сустречу организовали без попереднего записи. Достаточно просто прийти и обмерковать с представниками улады хвалюющее питание. Большаясть ворот у проблемы жилево-коммунальной господарки, а так само пропоновые по доброму парадкованию дворов. У их лику створения у новобелец и пляцовок для выголу собак. Усе пытания под контролем, некоторые из них будут выражены на ближайшем тыдне. Есть проблемы на определенной территории, где лучше всего решать на месте. Есть еще один момент. Не все люди абсолютно передвижимы в пространстве. Кому-то очень сложно дойти. Вот сюда, например, прийти несложно. А уже доехать куда-то, даже пускай в пределах Белицы, это тоже существует какая-то определенная проблема. Электронный кермаш вакансии отбудется 28-го жнивня для Жихара у Жлобина. Свободное проционное место пропонует Жлобинский мясокомбинат и предприемство Жлобин Металлургбуд. Суискальники с 10 до 12-ти годин смогут задать пытание наймальникам, отрывать электронную консультацию, запрашение на гутерку в режиме реального часа. Для удела в электронном кермашине обходно зайти на интернет-пляцовку и в оконсе кропка Биуай. Это и иншая новина, информация о проектах телерадиокампании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvr.gomel.by На этом выпуск завершен. Усяго доброго. Сочите за эфиром. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сорвал женщины золотой крестик и цепочку. В Гомель милиционеры нашли грабителя по необычной примете собаки-преступника. Тот сорвал шеи пенсионерки ювелирное украшение. Собачника искали несколько дней, проделав колоссальную работу по опросу возможных свидетелей, прохожих и местных владельцев питомцев. Потерпевшая заявила, что на улице Косарева в месте совершения преступления с нападавшим был лохматый пес, а остальные полезные приметы грабителя не запомнила. Но и этого правоохранителям хватило, чтобы установить личность нарушителя. Им оказался житель агрогородка Урицкая. На его розыск у сотрудников ушло 15 дней. 25 августа мужчина засветился на записи видеокамеры одного из продовольственных магазинов. Золотые изделия он успел реализовать неизвестному лицу. Еще одного грабителя гомельские милиционеры задержали, зная только его кличку. Мужчина открыто похитил музыкальную колонку из рук знакомой, которую встретил возле кинотеатра «Октябрь» в областном центре. До криминальных событий между ними состоялась приятная встреча. Давние знакомые выпили, но не смогли определиться, за чей счет будет продолжение банкета. Мужчина предложил собеседнице профинансировать покупку новой бутылки спиртного и закуски. А та сказала, что не способна взять эти расходы на себя. Тогда мужчина стал бесцеремонно рыскать в ее дамской сумке и, не найдя там денег, забрал музыкальную колонку. Женщина не смогла ему противостоять, но сразу после этого вызвала милицию. Однако дама не смогла назвать даже имени своего внезапного визави. Зато знала его кличку. Милиционерам этого хватило, чтобы найти преступника. Возбуждено уголовное дело. Инспекторы по делам несовершеннолетних проверили заброшенное здание и пустующие постройки в советском минимизировать возможность проникновения на подобные объекты подростков. К сожалению, судя по оставленным банкам и бутылкам из-под пива, многих не останавливают ограждения. Во всех проверенных зданиях двери были закрытыми, но налицо недостатки в ограждении. Имеются проходы, а в некоторые здания можно попасть внутрь благодаря широким решеткам. Сотрудники районного отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля ищут мужчину, пострадавшего в ходе конфликта. 3 августа примерно в 23.30 в ходе конфликта около остановки улицы Рогачевская неустановленному лицу были причинены телесные повреждения. Если вы владеете информацией о данном человеке или знаете иные обстоятельства совершения противоправного деяния, просьба сообщить об этом в Центральную РУВД города Гомеля по телефонам, указанным сейчас на экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле прошел второй этап Кубка Белорусской Федерации и биатлона. Свои команды представили все области нашей страны, а также отдельно Минск и Новополоцк. Всего участвовали 130 спортсменов. Турнир проходит в четырех возрастных группах среди атлетов 2002-2009 годов рождения. По результатам второго этапа у представителей нашего региона четыре медали золота, серебро и две бронзы. Награды Кубка получат биатлонисты, которые наберут больше всего баллов по итогам соревнований. Всего в четвертом сезоне Кубка Беларуси запланировано шесть этапов. Здесь, конечно, шикарные условия, лыжеролевная трасса, то есть, ну, вообще, в мое время такого, наверное, не было. И здесь как-то все так составлено, что приближенно, ближе даже к проведению этапа Кубка Мира, наверное, потому что здесь флеш-интервью, чипы, ну, и сама атмосфера, присутствие болельщиков, заполненные всегда трибуны. Ну, конечно, такая, я думаю, что мотивация для каждого спортсмена приехать сюда на этап и проявить себя. В спортивном комплексе «Стайки» проходят национальные сборы, на которых дюдаисты готовятся к международным стартам. В состав команды вошли и представители нашей области Ульяна Мининкова, Виктория Новикова, Егор Трухан и Сергей Короткевич. Завершится тренировочная программа 29 августа. В Гомеле завершилось открытое первенство по конному спорту. Лучшего определяли на площадках областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. В турнире участвовали юниоры, молодежь и взрослые. В программе соревнований конкур и выездка. В преодолении препятствий спортсменам предложили два маршрута. В категории до 100 сантиметров призовые места заняли Дарья Рубаник, Наталья Денисенко и Ксения Болдуева. У них первое, второе и третье места соответственно. В категории до 80 сантиметров золото у Сергея Серикова, серебро у Натальи Денисенко и бронза у Алвина Гречуха. В выездке в категории предварительный приз среди детей лидировали Илья Косинков, Ксения Шабалина и Виктория Сафронова. Среди юниоров Ксения Кравченко, Алина Преснякова и Елизавета Дорохина. В категории манежной езды командный приз первое место у Виктории Тельник, второе и третье у Екатерины Пресняковой. В выездке участвуют спортсмены юношеского возраста, которые будут участвовать в основном в Олимпийских днях молодежи. Сегодня стартовали Олимпийские дни молодежи Гомельской области по академической гребле. В турнире участвуют юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Во властном центре собралось около 200 спортсменов, в Гомель приехали грибцы из Мозыря, Жлобина, Светлогорска и Рогачева. Завершится турнир 28 августа. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная на Республиканские Олимпийские дни молодежи. Соревнования достаточно знаковые для этого возраста. Это, будем говорить так, отбор. Здесь мы отбираемся на республику, а на республике идет первый, так сказать, отбор, стартовый отбор на следующий год на чемпионат мира и на чемпионат Европы среди юниоров. Поэтому есть, конечно, и лидеры в команде, есть уже ряд спортсменов, которые целенаправленно к этому шли и у них появилась возможность себя реализовать на данном первенстве. Отбор происходит очень просто. Четыре человека отбираются у мальчиков в одиночках, они садятся в крупный экипаж потом. Две двойки безрульных у мальчиков и точно так же отбираются у девочек четыре одиночницы и четыре распашницы. 30 августа на Беларусь 4 Гомель выйдет очередная программа «Больше чем спорт». Главные герои выпуска игроки гомельских регбийных клубов «Севенлинкс» и «Кватра». Так ли травмоопасен регби, как о нем говорят, кто финансирует команды, где можно заняться этим видом спорта и нужны ли специальные площадки. Ответы на эти вопросы в программе «Больше чем спорт» смотрите в воскресенье 30 августа в 19.45 на телеканале Беларусь 4 Гомель. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова